В наше время граждане используют так называемые налоговые вычеты. Одним из популярных считается имущественный налоговый вычет при покупке квартиры, жилых домов, земельных участков, комнат и их долей на проценты по ипотеке, а также расходы на строительство. Налоговый вычет регулируется статьей 220 Налогового кодекса Российской Федерации и представляет собой фиксированную сумму, уменьшающую размер доходов, подлежащих налогообложению. Размеры вычетов зависят от того, на возмещение каких расходов претендует налогоплательщик. На приобретение недвижимости или земельного участка по жилье, либо предназначенного для его строительства в размере фактически произведенных расходов, но не более 2 млн. рублей. На погашение процентов по ипотеке не более 3 млн. рублей. Чтобы получить налоговый вычет, нужно иметь доход, который облагается налогом, иначе вы не сможете получить его. Важно, что вычет предоставляется только собственникам недвижимости. Если вы оплатили покупку квартиры для другого человека, а сами не стали собственником этого жилья, то налоговый вычет вам не предоставят, равно как и ему. Вычет можно получить только один раз в жизни. Однако однократность подразумевает полное использование суммы вычета, поэтому использование вычета по нескольким объектам недвижимости нарушением не является. Условия и порядок получения имущественного вычета регулируются законодательством, действующим в момент появления права на данный вычет. Для получения налогового вычета необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту регистрации в календарном году, следующим за периодом, когда возникло такое право. К декларации по форме 3 НДФЛ необходимо приложить следующие документы. Справка 2 НДФЛ, платежные документы, подтверждающие понесенные расходы, акт приема передачи квартиры в собственность или договор купли-продажи, документ, подтверждающий регистрацию права собственности и заявление с указанием реквизитов для перечисления суммы.